Вот в соседнем Кыргызстане скот тоже по-прежнему воруют, но все реже. Причин улучшения ситуации с воровством лошадей, коров и овец много. Главный из них – профилактика подобных правонарушений и совместная работа силовых структур соседних республик. Бакыч Урмашев расскажет подробнее. Статистику по скотократству в Кыргызстане сравнивают с пульсом жизни регионов. 70% населения занимаются животноводством. Неудивительно, что есть еще злоумышленники, которые хотят улучшить свою жизнь за счет чужого имущества. В первую очередь речь идет о приграничных районах. Но если на казахстанском направлении обстановка более-менее спокойная, то на рубежах с Таджикистаном и Узбекистаном пограничникам приходится постоянно быть на чеку. С местным населением приграничных районов постоянно, начальниками пограничных раздавцев, совместно с органами местного самоуправления и с прилетением правоохранительных органов проводятся разъяснительные работы по порядку выпаса скота вблизи государственной границы. По имеющимся данным, в 2017 году в результате краж скота фермерам был нанесен ущерб в 6 миллионов сомов. Это примерно 85 тысяч долларов. Чаще всего крали коров, лошадей и овец. Большая часть животных преступники пытаются сбыть жителям соседних республик. Не случайно к правоохранителям подключились и пограничники. Совместно силовики разработали меры по противодействию скотократству. К примеру, в Алабукинском, в Ахсейском районах в 2016 году, когда имели множество фактов скотократства, было организовано патрулирование, куда привлекались наши пограничники, органы местного самоуправления, местные жители приграничных и представители правоохранительных органов. Такая работа постепенно принесла плоды. Если в 2016 году на границах республики было зарегистрировано 12 случаев скотократства, то спустя всего пару лет только два. Есть и другие цифры. К последнему моменту от общего количества краж в стране на скотократство приходится всего 6%. Между тем, в МВД считают, что бороться с этим правонарушением мог бы помочь и закон. Сейчас в Уголовном кодексе нет отдельной статьи за кражу скота, только за кражу имущества. При этом уголовная ответственность наступает, если сумма ущерба превысила 150 долларов. Если убыток меньше, то правонарушитель в случае его поимки отделается только штрафом.